Хороший первый тайм в нашем исполнении. Большое обилие голевых моментов мы создали, хорошо контролировали мяч, были хороши в прессинге, в принципе доминировали весь первый тайм. Во но мы понимаем, что у нас молодая команда и наверное тяжело на протяжении всего матча владеть инициативой и наверное вот эта молодость наша позволяет выравнивать игру и пропустили необязательный гол с нашей ошибки. Дали постарались бросить большие силы вперед, мы всегда играем на победу, без разницы где мы играем, дома или на выезде. Но, к сожалению, опять же свои моменты мы не реализовали. И в конце, так как большими силами пошли вперед, пропустили контратаку и сыграли невнимательно, пропустили второй мяч. Но я бы хотел поблагодарить ребят за их самоотдачу, за то, что они с первой до последней секунды хотят победить. Да, безусловно, у нас молодая команда, но мы должны максимально быстро понять, что такое профессиональный футбол, что такое вторая лига. И здесь, к сожалению, для нас наши ошибки, за наши ошибки нас наказывают. Мы пока, к сожалению, не наказываем соперника за ошибки и наши созданы большие моменты. Я думаю, что игра держала всех в напряжении. Получилось обоюдоострое. Мы знали стилистику игры команды Краснодар-2. Хорошо изучили команду. Понимали, как играть против этой команды. Ну и нужно было уметь терпеть. Нужно было уметь обороняться. В принципе, судя по счету, конечно, установку команды на игру выполнила. Мы порадовали болельщиков своих. Это третья игра и победа здесь. Мы обыграли очень хорошую, сильную команду. Пожалуйста. Чем была вызвана замена Чубина после первого тайма? Ну, не только Валеру Чубину. Там был и Белалов был заменен, и Уриги был заменен. Ну, это, так скажу, это наше мнение. Это внутри тренерское. То есть, и если судить по результатам, значит, мы это все сделали правильно. Нет, это не были травмы. Ни у кого из игроков не были травмы. Это мы чуть-чуть тактически сыграли. И, как показал второй тайм, все же верно. В первом тайме, как стороны Харусуки, было бы на вас выходить из-за вороны. Ну, мы, да, говорили, что верхняя шестерка игроков, а два игрока атаки плюс четыре полузащитника, высоко нас прессингуют. Нам нужно было находить Женню Воронину, нам нужно было перебить эту линию. В принципе, мы как бы это видели и на теоретическом занятии, я это показываю. Но в первом тайме что-то получалось, что-то нет. Во втором тайме стало лучше получаться, и, в мое мнение, у нас стало лучше получаться прессинг. Тоже высокий прессинг, и мы своего добились. Очень рад еще раз за игроков, и за Диму Корбову, и за Диму Каминчикову, которые забили первые свои мячи в новой команде. Ну, и хотелось бы еще отметить, что очень хорошо команда в обороне сыграла. Было важно сыграть на ноль. Мы этого добились.